дорисовывай смотри потому что там это проведи маркер чтобы ступенек ничего не было точно так же по верху по самому попроси коллегу пусть он подойдет подойди помоги мягко говоря нетривиально у нас решение но такое имеет место быть хозяин увидел здесь рядом коттедж и вот там такие сделанные откосы вот он вот нам привет мы будем делать значит с американкой без элементов примыкания с выведением сетки из-под системы а нам сетка на торце нужно и мы это за степлером будем фиксировать до степлер нужен она не будет подниматься это клей пена это клей пена она не поднимется она сейчас через 68 минут схватится и все больше это через 15 полностью встанет и мы срежем носик чистя дай ему кусочек пенопласта либо картонки а то сейчас будет от агрессии все 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 выбоями которые есть внутрь обязательно чтоб там было соприкосновение полное заполнение почисть носик носик от перекрестья до края бруска 27 027 пиши здесь на стенки нет внизу напротив 027 до 0 , 27 запятую после 0 запятую дальше следующий размер от края бруска до края бруска мере вот этот нет нет до низа сколько 081 пиши 081 да да 081 и 55 нет и 0815 зачеркни зачеркни 0 , но заново напиши 0 0 , 815 покрупнее пиши чтоб тебе было понятно 81 отрезай ситку пока 0,815 вот 0,815 тут же до следующий размер замеряй так мы отрезаем сейчас размер сколько 076 мы так сетку ставим да тут еще сейчас я покажу все ну какой вот так мы попробуем то есть тебе нужно где-то сантиметров 10 за пену вот от пены так дальше до оконной рамы какое расстояние ну грубо 20 сантиметров так дальше утеплитель у тебя получается 20 плюс утеплитель 150 плюс тебе еще 150 как минимум завернуться нужно будет то есть я получается 20 150 150 получается полметра мы сейчас что делаем мы спокойно сейчас отрезаем 50 сантиметров от сетки не-не-не-не соединение вот так ты сейчас вот так не кромсай здесь держи здесь не нужно тебя держать вот руку отпускай отпускай по ячейке режь не кромсай вот так вот плохо соединяй вот соединяй все и движением сверху вниз до чтобы было натяжение тогда будет выпряме выпряме еще нарезать 50 сантиметров клади пока еще 50 старайся чтоб не палая не падала где влажность например натягли 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 еще еще лишь все и сейчас по ним нарезай нарезай прям вешай на эти на уголочки 27 скот 027 не 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 нужно под уголки 27 сантиметров длина зачем ты же все отмерил ребят нарезать 27 сантиметров да 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 27 отрезай все вот нож сейчас пока клепина там схватывается лучше прям по ячейке будет удобнее всего соединяй соединяй старайся чтобы нет они и не нож не козлила прям ровно тебе будет удобно работать и ему давай каким-нибудь гвоздиком зацепи за дырочку за дырочку зацепи повесь просто за железку за эту ну конечно чтобы не потерялась где какая все и все ну а ты что сколько отрезаешь зачем вон у тебя размеры подготовка самая тяжелая вешай следующую на нее вешай 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 чтоб не потерял ты не туда на эту не 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 ты не зацепил упадет все делай аккуратно а думаешь о и все авто чар 076 бери нож нож делай надрез по брускам распластай до края на пени почему я тебе говорю по ячейкам ну ты можешь убрать вот этот саморез чтобы он тебе не мешался все распластай убери саморез положи в баночку да здесь надрез второй надрез не надо резать надрез второй надрез здесь нет ровно можешь рукой взять так тогда по ячейки давай стой дальше надрезай здесь у нас получается насколько нужно смотри у нас 10 так то есть нам нужно здесь где-то 10 11 сантиметров надрез на дерево так вдоль вдоль волокон кладешь линейка делками линейка 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 отмеряешь 10 сантиметров кладешь вот так и досюда прорежь это волокно до конца волокно прорежь прорежь вот ты по вот этому режешь на 10 сантиметров прорезай на 11 можешь давай дорезай все там прорезай на дерево клади чтоб тебе ровно резать прорежь волокно сразу все то есть смотри что у тебя будет давай примерим примере приклады приклады что у тебя будет смотри прикладывают то есть могут это вот прихватываем на клей понятно да здесь вот эту ячейку надо срезать лишь не помещается дальше вот этого мы зафиксируем степлером и потом мы так срежем ясно да все просто срезающую ячейку вот по вот этой в обратную сторону тебе что нужно лишнее срезать так сюда вставь вот отсюда свежать вынимай кусок вот так проверить представлять встает все так понятно да ясно да вот вторая пойдет точно также сюда готовь их сейчас вот этим мне надо пристрелить неудобно будет потому что клей не подмажешь хотя с другой стороны слушая муж пристрелить да давай бери степля вот вернешь да подмажешь ребятам уток помощь нужна он один не сделает ему натянуть сейчас нужно заходи с той стороны к ним и не не подастой он тебе не ты на тени натягивай сетку на тени подожди нет нет на угол выставил все приз пристреливать много не надо второй сетка будет мешать и здесь на тени следующую не 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 на вот эту вот это не должно заходить на себя тени сетку на тени сетку на себя на тени ты же отмерял расстояние отмерял вот с той стороны по ячейки хватает старик стреляй сразу степля держи 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 только чтоб волн не было там внизу внизу под ней сам мачете для минвата риски там не срезай 33 от перекрестия вниз 33 прибивай ставь правила трехметровая и ставь хороший хороший уровень и чертите линию нам нужна риска от угла и до угла это у нас временная стартовая доска на которую будет опираться нижняя минвата чертите это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Глубоко так тебе нет необходимости. Забивай и гвоздь сверху. Молоток. На. Гвоздь забивай. Нужно, чтобы просто прихватилось. А то иначе хрен выбьешь потом. Как почувствовал, что хватается. Тут второй. Доску, наверное, отрывать пойдет. Да, нормально. Отрывай вот эту доску. Нет? Гвоздь. Ребят, доску держи ему. Ребята, это же не пляшущее у нас это. Нам нужна ровность. Прихватило чуть-чуть? Все. Больше не надо. Не надо. Дальше смотри. Крайний. Край сам. Смотри, как тебе шнурка. Риска. Если нужно, то забивай только крайний. Либо предыдущий. Смотри, как тебе. Торопит. Ну, крайний, да. Все тебе не обязательно забивать. Тебе они... Как это? Чтоб выставить линию. Ребят, держите. Держи ему. Что ты? Мама хабира. Мама хабира. Мама хабира. Мама хабира. Мама хабира. Мама хабира. Выстави, выстави, выстави. Ты не выставил на риску. Выше, выше был у тебя. Вот тут где-то, да. Все. Просто широкое сделаешь, у тебя доска будет прогибаться во время приклейки. И потеряешь линию. Так сильно не надо. Ну, куда ты? Смотри, что делаешь. Наносишь клей. Вот это промазываешь. И сюда вот так вот втопливаешь сетку. Понятно, да? Здесь. Вот здесь. Вот здесь. Оттопырил. Подожди. Мы начинаем отсюда. Давай. Вот это, вот это. Оттопырил. Примазал. Сколько миллиметров? Чуть-чуть. Наноси, наноси клей. Много так не надо. У тебя риска есть. Видишь? Подожди, подожди. У тебя риска есть. Видишь? Когда ты работаешь, есть риска, то ты наносишь не к риске, а от риски. Понятно, да? Вот. Вот так вот. Соответственно, у тебя движение. Потому что лишняя каша не нужна. Топырь чуть-чуть. Сетку. Вот эту вот топырь. Вот. То есть ты берешь, взял, и от риски вот это все. И вот здесь промазываешь. От риски. Тебя должно быть замазано для того, чтобы... Прислонись сетку вот эту. Не-не-не. Вот. Отпусти. Ты по-риски выставляй. Вот. Размер. А что бы я к ним? Не-не-не. Чтобы ничего не торчало. Понятно, да? Эту отпускай. Вот эту сетку. Не-не-не. Сетка в другую сторону повернуть-то должна быть. Понятно, да? Вот. Просто тебе надо брать, будет в руки взять второй шпатель. Понял, да? Да. Одним ты будешь это, а вторым ты будешь держать. Где у тебя шпатель? Есть второй? Да. Жесть. Ясно, да? Все? Да. И делаешь так, чтобы только после того, как ты вмазал, здесь не было никаких бугров. Она тебе не нужна, будет мешаться. Проходи вниз. То же самое. Оттопыривай. Вот риски вниз. Много не мажь, просто прошел, не отмазывай, не отмазывай. Просто добавляй клей. Сверху много не трать время. Взял, намазал, взял, намазал, взял, намазал. Не отмазывай, не отмазывай. Взял, намазал. Взял. Нет, от риски. От риски. От риски. Вот. Второй раз не надо возвращаться. Один раз, да? Раз, взял еще. Все. Угол заполни. Сетку прижал. Шпателем вторым придержал. Второй шпатель возьми. Нет, шпатель в руку. Водочка. Вдоль, вдоль. Движение вдоль, вдоль. Шпателем прижал. Тяни вдоль. Понятно, да? Угу. То же самое. Придерживайся. Придерживайся. Бери второй шпатель. А локтем мы это. Убирай лишний клей. Возвращай ведро. Вот тут вот приподнять нужно. Приподними сетку. Под нее подмазать. Приподними. Подмажь. Вот. И назад. Отмазывать не надо. И опять в топи. Бугорочки старайся все убирать. Хоть и несущественно, но могут повлиять. Вот это сразу дотопи, да? И дальше иди. Нам нужно, чтобы чуть-чуть прихватились вот эти вот места. Вот это и вот это, чтобы мы гэшки приклеили. Дальше иди. И так же продолжай. Ребят, второе ведерко бери. Клей обкладывай себе. И делай здесь вертикаль. Одним движением. Второе не отмазывай. Раз. Все. Дальше. Пусть висит. Сопля это ерунда. Все. Тебе нужно приспособиться, чтобы делать это быстро. Висит, если не падает, это ерунда. Понял, да? Ты через сетку снимешь потом. Тебе нужно деньги зарабатывать, а не мазать. Давай, прижимай. Шпатель второй лучше возьми, будет удобно. Это локтем придерживаешь. И шпателями. Все, дальше просто твоя уже приспособленность. Старайся, чтобы морщин не было. Морщины это проблема при загибании потом сетки. И старайся лишнего убрать. И потом сейчас чуть-чуть, когда подсохнет, будет подсыхать. Нужно аккуратно. Вот эта риска нам нужна, чтобы сеточку проверить, чтобы она не была выше. Чтобы они не выдирали ее потом. Понятно, да? Поэтому вот эта риска нам нужна. Понятно, да? Почему их обязательно заранее все рисовать? Потому что, чтобы не выдирали потом. Когда? Вешки по всему? По кругу или по одной стороне фасад сначала делается? Ну, Гэшка здесь. Гэшка там будет. Вообще по всему кругу. Или берем одну сторону фасад, сначала делаем Гэшки. Или по-моему вообще. Ну нет, мы приклейку начинаем. Мы сейчас просто с Гэшек начинаем приклейку. Отложи клей у него. Клей у него отложи. Потому что клея много. Потому что клея много. Субтитры делал DimaTorzok